Микс Ньюс. Как в Латвии была побеждена организованная преступность. Рассказывает бывший министр внутренних дел легендарный капитан Акула Янис Адамсонс. В пятницу в программе Очевидец на радио Болтком в 15.00. Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа Очевидец. Людмила Прибыльская и Олег Пеков в студии. Здравствуйте. Здрасте. И мы уже заявили тему сегодняшней программы Очевидец. Действительно, как это было. Вспоминаем 90-е, которые у многих ассоциируются с беззаконием, разгулом преступности. Как удалось укоротить все эти явления, нам сегодня расскажет бывший министр внутренних дел, депутат нынешней Сейма Янис Адамсонс. Добрый вечер. Добрый день. Также телефоны в прямого эфира. 67212-93-9, 67213-93-9. Может быть, у вас есть что вспомнить, что сказать, прокомментировать. Вы можете писать нам в WhatsApp. Итак, вспоминается конец апреля какого-то, наверное, 1994 года, когда общество было потрясено вестью о том, что был арестован Иван Харитонов. Газета Диана вышла с заголовком «Король мафии» и так далее, и так далее. И, наверное, может быть, этот момент можно считать началом борьбы с организованной преступностью, с криминалитетом, который связан был и, наверное, в истории останется с вашим именем. Вот как это происходило, Янис, и почему решились это сделать, и как это было сделано? Ну, во-первых, в конце апреля, середине апреля 1994 года я был назначен только командующим поградными войсками. А, значит, будет позже, да? Для них дел я был назначен 10 ноября 1994 года. И то, что касается первичного задержания господина Харитонова, я тогда уже говорил об этом и могу повторять. Это был чистый водозаказ, шла борьба за нелегальные контрабандные ресурсы нефтяных продуктов. Отдельные политики хотели их прибрать к себе, к рукам, отодвинуть господина Харитонова, который на этом руки грел, возможно. И когда я стал министром внутренних дел, где-то на третий день я созвал совещание у себя в кабинете. Перед этим спросил, сколько времени займет доклад по поводу того, что такое Харитонова. Вспомним, что было письмо 362 человек, бизнесменов, политиков, которые подписывались под немедленным освобождением господина Харитонова. Ну и я задал вопрос, сколько времени необходимо запланировать, чтобы они могли мне доложить. Мне сказали 3 часа. Я сказал, я говорю, вы знаете, 3 часа я не могу позволить, но 2 часа постараемся уложиться. Все совещание заняло, ну, наверное, минут 20-25. Нечего было доложить? А там, ну, утрируя почти что, да. Ну, в принципе, на туалетной бумаге было написано, что господин Харитонов король Рекета. Все, точка. То есть это было единственное доказательство? Да. Да. Когда я высказал все, что думаю по этому поводу. По поводу этой доказательной базы. Да, конечно. Дело не в том, что он хороший или плохой, но, на мой взгляд, незаконным методом нельзя бороться за соблюдение законности. Это тот принцип, которым я всегда руководствовался. И я потребовал составить нормальный план. Как в любом нормальном уголовном деле должно быть анализ ситуации. И в течение ближайшего полгода была собрана доказательная база. Я организовал свои выезды за пределы нашего государства в другие государства. То есть вы лично участвовали в расследовании? Ну, я закончу. Я не участвовал в расследовании. Но я способствовал тому, чтобы эти доказательства могли быть собраны. И этому способствовали представители других государств, если у них были какие-то данные. И у меня ни одна командировка никогда не была связана с туристическими поездками и рассмотрением того, что там происходит. А с чего я начал свою деятельность? Все тогда говорили о оргпреступности, как она тут шикует, живет. Кто постарше, помнит взрывы, расстрелы на улицах, разборки. И ребята в золотых цепях делали, что хотели. И когда я созвал совещание всех должностных лиц, кто должны заниматься этим делом, я говорю, ребята, все говорят, организованная присутствие. Так, у меня несколько вопросов. И вопрос очень простой. Сколько у нас оргпреступных группировок? Чем конкретно каждая оргпреступная группировка занимается? Кто в нее входит? Его связи финансовые, связи с правоохранительными органами и связи с политиками. Кто кого прикрывает? Вы готовы мне отвечать? Нет. Я говорю, сколько вам времени надо, чтобы собрать и все эти данные мне выложить на стол? Две недели. Я говорю, хорошо. Через две недели звонок господин министр. Так и так, вы знаете, мы не успеваем. Дайте нам еще две недели. Ну, через месяц я получил эти данные. Оказалось, что на тот момент на территории Латвии действовали 72 оргпреступные группировки. Состав там тоже был и интернациональный, и чисто национальный. Одна группировка состояла чисто из представителей Латышей, другая там сплошной интернационал. И грузины, и армяне, и латыши, и русские. Кого там только не было. Ну, и когда все эти материалы оказались у меня на столе, я задаю вопрос. Вытаскиваю папочку, не буду назвать фамилию или кличку ныне покойного человека. Я говорю, ну вот, берем это дело. Вот он тут и есть. Достаточно много эпизодов изнасилования, наркотики и так далее. Я говорю, почему не сидит? Свидетели боятся давать показания. Я говорю, хорошо. А там еще написано, что он играет в казино и любитель в пианом виде разъезжать по городу. Ну, и было разработано в результате операцию, когда его задержали за наезд на полицейского. И потом уже все остальные эпизоды доросли. Наезд это в буквальном смысле, он на машине на машине сбил полицейского. Ну, полицейский отделался легкими травмами, но к этому моменту мне удалось уже изменить уголовный закон. И ответственность за нанесение телесных повреждений полицейским было достаточно жестко. Обышено. Да. И вот таким образом, планомерным образом, да, мы, наши ребята, начали работать. И честь, и хвала. И полицейским, кто тогда работал. Ну, вообще-то, работали мы по очень многим направлениям, потому что наследство было достаточно нехорошее. Господин Крестовский, моего предшественника, Марис Гайлис, отправил в отставку из-за побега заключенных. Тогда тюрьмы входили в систему МВД. Массовые, да, тогда были побеги. Массовые побеги. Сто человек и там пару десятков человек. Это тот самый Крестовский, с которым мы сейчас в Энспиловский порт поручили? Ну, да. Он крупный специалист, и не было такой области, которую он бы не опустил до плинтуса, но это другие вопросы. Кстати, в этом отношении был анекдот. Я был с визитом в Лондоне, и там встреча была с руководством спецслужб. Мы разговаривали по поводу того, что представители и полиции Великобритании, и представители спецслужб приедут к нам учиться. Вот были времена, когда не мы ездили к ним учиться, а они приезжали к нам учиться, как бороться с оргпреступностью. И тогда анекдоты с жизнью. Представительница, начальница одной из спецслужб говорит, господин министр, а вы знаете, чем вы отличаетесь от предыдущего министра? Я говорю, ну и чем же? Мы сидели, там виски попивали. Я говорю, и чем же? У предыдущего министра подмышкой был томик со стихами. Я говорю, ну, а у вас подмышкой пистолет. Я говорю, а марку и номер можете сказать? Марку сразу, а номер чуть попозже. Попутно мы действительно организовали и сотрудничали со всеми соседями. Был подписан целый ряд договоров по совместной борьбе с организованной преступностью с большинством европейских государств. Подготовленный, потом подписан кратчайшие сроки и аналогичный договор с Российской Федерацией. Хотя мне премьер говорил, да ты что, там годами. Я говорю, слушайте, все зависит от нас. И это было пристворено в жизнь. Но надо отдать должное. Моя заслуга, как я считаю, что я дал возможность полицейским нормально работать. Не отдавал их на растерзание. Такие пожелания были и неоднократно. Растерзание кому? Бандитам? Политикам и бандитам. Пол-бандитам. Где я начал разговор, мы начали по поводу Харитонова. Кстати, благодаря вот этим всем действиям он, конечно, сел и заслуженно был осужден. Но это не помешало мне впоследствии предотвратить два покушения на него. Когда он уже находился. Возможные покушения, чтобы меня не привлекали к суду за клевету. Потому что одно дело, когда человек садится на нары за реальные деяния. И другое, я всегда считал, что лишение жизни другого человека – это не та мера, которую надо приветствовать. И, кстати, в 1995 году было несколько заказанных покушений. И удалось предотвратить в том числе и покушение, которое было организовано против бывшего министра МВД Зиадуниса Чеверса. И было предотвращено покушение на бывшего президента Банка Балтии Лавента. Ну, 25 лет прошло, можно говорить. И взяли, причем и снайперов взяли. В общем-то, работы было многому. В течение года, это не только преступность, были и теракты, о котором общественность тоже как-то так не узнавала. То есть, предотвращенные теракты, да? Были и совершенные теракты. Был захват заложников в Липае. А после того, как там была проведена спецоперация, Липаев был один из самых спокойных городов. В течение трех месяцев практически ни одного тяжкого преступления. Ребята работали, и работали очень толково и правильно. Потом я уже как-то встречался с генералом Дайлисом Луксом, бывшим начальником уголовной полиции. Говорит, слушай, вот как вспомним то время, так и сдрогнем. Говорит, сутки напролёт работаешь, уставший, поднимаешься на свой этаж. Говорит, кляли тебя, почём зря? Говорит, с другой стороны, ты тоже пахал, как папа Карлом. Ну, 16-18 часов в сутки, это реально. Час я оставался в кабинете ночевать, потому что с МОСа ехать домой уже не было. А что это было для вас? Дело чести? Вот взять и решить вопрос. Вот то, что вы сейчас рассказываете, мы с Олегом слушаем. И просто я так думаю, что это было бы другому политику на два министерских срока, лет по пять, и он бы везде ходил бы и хвастался этим. А вы за сколько это всё смогли бы? За год? Мне немножко не хватило времени. Я думаю, что вместе с полицейскими мы бы навели такого шороха, что та ситуация, которая у нас сегодня сложилась, когда мафиозные структуры в руля и обслуживают полукриминальные структуры, она априором не была. То есть, то, что вы сказали о том, что у каждой из этих 72 группировок были, или, возможно, имелись связи с политиками, это тоже входило в круг ваших расследований? Конечно, конечно. Но я работал не в одиночку. Понятно. У нас, когда я становился министром, премьер-министр, Марис Гайлес, я тогда был командующим по горным войскам, подошёл ко мне, говорит, слушай, я только что отправил в отставку министра МВД Кристоускаса, а ты согласен стать министром? Внутреннее дело. Я говорю, да, согласен. Он говорит, ну, он опешил, говорит, слушай, ну, ты так подумай, я же тебя не тороплю, ты посоветуешь с супругой, там, с друзьями поговорим. Я говорю, ну, во-первых, я холостой. В тот момент. В тот момент. Я говорю, второе, а что мне советуют с друзьями? Что моя супруга или мои друзья будут исполнять обязанности министра? Наверное, это обязанность моя. Я говорю, ну, только у меня есть несколько условий. Он говорит, какие? Я говорю, первое, это мне никто не звонит и не говорит. Отпустить того или другого, возбудить или прекратить уголовное дело. Второе, кадровой политикой занимаюсь лично я. И от правительства мне нужно будет, будет необходимо финансирование, потому что был целый ряд проблем, нерешённых проблем. В то время, ну, во-первых, закладку заложил Зедунис, Чеверс, но мы продолжили, нашли дополнительные средства для того, чтобы оперативным работникам поднять заработную плату до 150%. Они получали, кстати, больше, чем министру. Да, и я считаю, что это нормально. И когда меня там подкалывали, я говорю, они рискуют каждый день своей жизнью. Почему нет? И у нас, кстати, в те 90-е годы были города, где рекорд не был вообще, как это ни странно. Но это, опять же, благодаря стойкости и решительности местных полицейских, начальников полиции. Они пытались их купить, перекупить? А вы знаете, я вот придерживаюсь, когда меня задают вопрос, то и на Дальнем Востоке, и здесь душа принадлежит Богу, это офицерская поговорка, сердце женщине долго течется, а честь никому. Да, и такие ребята и были тогда, да, Элис Лукс, ай, выскочила наша Мегре фамилия, Алоис. Важный? Нет, Алоис Алоис, начальник уголовной полиции, я его только назначил. Блонский, да, предыдущего начальника по, на мой взгляд, сфабрикованным документам, потом это уголовное дело было прекращено, Лаймонс Лепинч, очень толковый офицер был, но он был вынужден уйти, против него было возбуждено уголовное дело, там господин Користовский шорох навел в плохом смысле этого слова, там и целые отделы увольнялись. Ну, ничего, мы преодолели это и просто работали. Каждый на своем месте. Я ничего героического, на мой взгляд, никогда не совершал, ни на Дальнем Востоке, ни здесь. Я просто честно пытался исполнять свои обязанности, то же самое и требовалось со своих подчиненных. И нам есть чем гордиться за эти годы. Ну, допустим, Андрес Страутменис дважды ставил на уши центральный рынок, изымали контрабанду. Он отцеплялся мобильным полком и начиналась работа. Не было у нас города, который в течение года по несколько раз не посетил бы мобильный полк. Так как у нас тюрьмы в нашем ведании, ну, централки, так вообще с первого до последнего этажа можно было пройти, не выходя в коридор. Бардак был страшнейший. Да, ну, ребят, которые работали, да, они отдавали себе службы и отечеству. Ну, мы занимались очень многими, вроде как, и нехарактерными вопросами, но никто не знает, что мы благодаря МВД мы восстановили, потом передали министерству образования 205 школы для несовершеннолетних, да, с усиленным режимом. Почему-то до сих пор никто не знает, что именно МВД, экономическая полиция, разработала систему кредитования студентов. Ну, не в том извращенной форме, как она потом была притворена в жизнь, но там намного более объективно и целенаправленно все было сделано. Ну, и мы рассматривали все эти вопросы, контекции уменьшения преступной деятельности. То же самое касается и спорта. Не было денег, мы закупили с нуля 30-42 новые автомашины. Мы купили рации Моторола, да, и я мог, как министр, мог докричаться, меня соединяли с любым полицейским, любым патрульным, не говоря уже о высшем должностных лицах. То есть, быстрота реагирования многократно увеличилась? Конечно. Я любую должность всегда начинал с разработки концепции развития. В конечном итоге, через 5 лет, если бы эта система замещения автотранспорта, целое видеонаблюдение было претворено в жизнь, то время реагирования, допустим, в Риге на вызов составляло бы 2-3 минуты. То есть, мы и науку применяли, и возможность самих полицейских. Как, что и лучше сделать. Вспомним, что был банковский кризис, и самое смешное, это тоже было одной из моих задач, когда стал министром. Ну, во-первых, везде мы создавали аналитические отделы управления, и тут же озадачил по банкам, чтобы мне подготовили аналитическую справку с ситуацией банковской системы. На момент моего становления министра внутренних дел в Латвии действовало свыше 70 банков. В течение года было возбуждено 35 уголовных дел только банковской сферы. 96 уголовных дел были возбуждены по тем конторам, которые принимали деньги, проценты давали и так далее. И самое смешное было, когда на заседаниях правительства ко мне подходил министр экономики или министр финансов, говорит, Юрий, слушай, ну как у нас там с банком? Кто тут на очереди? Говорю, ребят, кто кому должен обращаться? Я-то простой полицейский, чего вы ко мне подходите? Это я у вас должен спрашивать. То есть они не знали, что творится в этой банковской сфере? У них не было такого анализа, они наверняка знали, но у них не было такого точного анализа, как работали именно полицейские. Анализ был изумительный и по своей точности то же самое. А что потом, эту аналитику всю подчистили, что ли, ликвидировали? Да нет, конечно. Но из всех уголовных дел по банковской сфере до судов дошли 3, по-моему, по этим разным конторам тоже минимум. Да, там целый ряд вопросов, потому что, я говорю, мне года было, к сожалению, недостаточно. Я перед собой ставил задачу следующую, что в течение года мы наводим порядок, то, что касается именно оргпреступности, наводим шорох здесь, а потом уже через годик начинаем браться за так называемые серые воротнички. Правда, мы и так их начали брать за одно местечко. Вспомним хотя бы Лайнбанк, где, наверное, впервые в истории Евросоюза, не знаю, Евросоюза, но постсоветское пространство, то точно были маски шов, когда задерживали банкиров, которые принципиально отказывались вообще приходить в полицию, давать какие-то показания, хотя там махинации были шиты белыми нитками. Очень много таких нюансов. А то, что касается Банк Балтии, то было решение правительства спасти данный банк. Был заключен договор тройственный между Банком Латвии, правительством и Банком Балтии, что предусматривал нормальное дальнейшее функционирование данного банка. Но потом, очевидно, по совершенно другим причинам, господин Рябшин единолично принял решение, написал заявление генпрокурору о том, что он требует возбуждения уголовного дела против господина Лавента. Там две строчки были. Доказательной базы никакой, тут же его взяли под белые ручки, но это не полиция. Господин Лавент у нас проходил по разработке совершенно другой, точнее, Банк Балтии. Там в наличии были и возможные заказные убийства, контрабанда и отмывка денег. Целый ряд вопросов, которые решали. Но эти уголовные дела почему-то исчезли, пропали из сейфа ответственного человека, который находился на больничном. Да, и я до сих пор считаю, что привлекали господина Лавента к уголовной ответственности не совсем правильно, но это моя точка зрения. Кстати, по Венспилснафту было уголовное дело, которые перспективы были, судебные перспективы достаточно большие. О приватизации в Венспилснафту или о чем-то? Нет, нет. По поводу кредитования Банка Балтии. А, вот эти 18 миллионов? Да. Ну, 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 потом, чтобы только утопить Лавента, пошли на сделку и, типа, ребята, дадите показания против Лавента, ну, мы вас освободим. Ну, так не делается. Да, преступник, на мой взгляд, в любом государстве преступник. Ну, а потом, если хотите, анекдоты, жизнь. А у меня жизнь сплошная анекдота, сплошной юмор. Мы сейчас буквально сделаем маленькую паузу, после чего продолжим программу «Очевидец». Янис Адамсон сегодня у нас в студии. Продолжается программа «Очевидец». Вспоминаем 90-е и борьбу с организованной преступностью. Янис Адамсон в ту пору, в 94-м, в конце 94-го, начале 95-го, министр внутренних дел Латвии, в нашей студии Людмила Прибыльская, Олег Пека. Вот мы продолжаем вспоминать, как это было. Было весело и интересно. Я говорил, отдыхал и я, и подчиненные достаточно мало. Параллельно мы создали с нуля 7 новых управлений. Кстати, при отсутствии финансирования и так далее, это экономически было реорганизовано, преобразовано. Экономическая полиция, эммиграционная полиция, полиция безопасности, управление по охране иностранных посольств, еще целый ряд. Янис, вот вопрос такой, вы говорите же, подчиненные работали, так сказать, с полной отдачей, но мы помним, что 90-е годы были временем реформ, в том числе и в структурах государственной безопасности, охраны и внутреннего порядка, когда части людей должны были уйти, потому что они были не граждане, не гражданам нельзя было служить полиции. Вот, кто, на кого из кадров вы опирались и в какой мере вот их опыт работы, может быть, профессиональная выучка сыграли роль в том, что вот тот объем работы, который вы назвали, был все-таки сделан, и, ну, реально ситуация в стране изменилась. Она начала меняться стремительно. Через три месяца, как я осыпил должность, ко мне подошел Марис Гайлис, тогдашний премьер, говорит, слушай, чувствуется, что МВД начала работать. Я говорю, каким образом? Говорит, вчера гулял по Старой Риге, смотрю, народу много, а до этого, говорит, вообще никого не было вечером на улицах. То есть люди боялись выходить? Люди реально боялись выходить, потому что разборки, стрельбище, я сводки получал утром как смес боевых действий, и очень часто сам лично выезжал на место преступления, наиболее таких тяжких, пару раз тогдашний госсекретарь господин Старец возмущался, как это так, господин министр, как это вот так переди меня? Я говорю, я всегда в своей постели, не знаю, где вы. Но тогда и полномочия у министра были немножко другие, и когда я начал сокращать полномочия министра, министр мог и возбуждать, и прекращать уголовные дела, целый ряд других вопросов. Премьер задал мне вопрос, говорит, слушай, что ты делаешь, ты же уменьшаешь свои возможности. Я ответил, я говорю, моя авторитета вполне достаточно будет, чтобы решить любой вопрос. Я говорю, но. А вдруг дурак придет? Я говорю, тогда что будем делать? Но, к сожалению, я оказался прав, не после моего, а кто меня сменил. Но начиная с нулевых, полицию начали гнобить, и целенаправленно кончилась ликвидация Академии полиции, которая была гордостью. Во второй половине 90-х ко мне подходил ныне покойный, тогда он был председателем Совета адвокатов, господин Яндр говорит, слушай, мы тут оценивали уровень знаний в Академии полиции и на юрфаке университета, так ваши ребята на голову выше. Ну, это другой рассказ. Ну, да, конечно, ради разгрузки иногда и комические ситуации бывали. Так, 31 декабря я позвонил господину, назову просто Андриса, полковник из полиции безопасности, а это была суббота, есть память не изменяет, в любом случае выходной, и говорю, чем занимаешься? Я говорю, вот он говорит, только что приехал на работу. Я говорю, ну, подъезжай ко мне, я говорю, дай команду, пусть спецназ будет наготовен. Ну, подъехал, я говорю, писарей не забудь. Ну, приехали, заехали по пути в Улайна, и заходим в участок, там не совсем опрятный полицейский вышел, там что-то качается после смены, ну, Андрисий устал, да. Его построил, тогда признали во мне министра, но потом там это закончилось, это было мимолетным таким посещением, и потом поехали на место событий, а там у одного склада грузят две фуры. Тоже не спят? Да, тоже ребят не спят, а мы все по гражданке, я подъезжаю, мы подъезжаем, подхожу, говорю, ребят, вам помочь не надо? Помощь не нужна? Говорю, да, нужна. Я говорю, ну, ладно, сейчас кликнем. Я говорю, Андрис, вызывай. А это место уже здесь было оцеплено, и потом я говорил, я говорю, ребят, извините, испортил Новый год, но если пару ящиков шампанского разобьются, ну, что же, всякое бывает. Бывали случаи, когда я рано утром заезжал на участок полицейский, и там в записи идет передача, вроде как прямой эфир, и там полицейский сидит, ноги на столе и смотрит телевизор, что же умного министра-то говорит? И тут я появляюсь. А наша мама в телевизоре показывает? У него непонятки, вроде как прямой эфир объявили, а тут яма, да. Ну, естественно, порядок, учет и контроль по всем статьям. Я был, наверное, единственным министром, который посетил абсолютно все места заключения, таких не было, где бы я ни был, и подавляющее большинство всех участков, не просто райделов, а всех участков, которые расположены на территории Латвии. Но все-таки кадровый потенциал и профессионализм людей насколько имел значение? У нас были самые очень сильные кадры, очень сильные. Одного товарища мы отправили учиться в Академию ФБР, и потом ко мне подошел посол, говорит, слушайте, посол Соединенных Штатов, Штатов, да, говорит, ФБР просит, а не можете вы его оставить еще на полгодика? Как преподавать нам? Да, он так мимоходом нам помог там несколько серьезнейших уголовных дел раскрыть, а он занимался компьютерами, программированием и так далее. Говорит, пусть он там почитает лекции. Я говорю, ну, я узнаю. Разрешили? Да. Слушайте, Янис, ну, вот все, что вы рассказываете, выглядит сейчас как фантастика, потому что вот у нас тут обсуждают, что нам американцы помогли наконец-то установить справедливость в деле лекции. Вы знаете, я войду, извините, перебил, я войду в историю, наверное, хотя бы тем, что я приглашал, мягко говоря, послов там, через шаг к себе в кабинет, а не ходил он с поклоном по посольцам и не лил грязь на свое государство и на своих людей. Я всегда считал, и считаю, что мы сами вполне спокойно справимся с любой проблемой, и здесь нам помощь абсолютно не нужна. А то, что происходит сейчас, это стукачится, извините, ну, там, ну, ладно. Ну, так все-таки, что, в чем дело? Почему дела расследуются так плохо? И долго? Из-за того, что доказательства собраны как-то не соответствующим образом? Я сговорил недавно с одним полковником, который тогда был лейтенантом, старшим лейтенантом в те времена, он говорит, когда мы ходили, и вот она сроки, а там сроки были жесткие, когда обвинение нужно было предъявить, 10 с продленкой максимум 30 суток, и чтобы 30 суток ты получил, там надо было изворачиваться, не дай-то Боже. Говорит, когда мы приходили на отчет, ноги тряслись, да, почему там не предъявлено обвинение. А сейчас обвинения могут и не предъявлять годами. Вместо того, чтобы навести порядок элементарный, здесь, да, мы разрешаем по всему миру, рассказываем, как мы плохо живем. Кстати, по поводу высших должностных лиц, в то время был привлечен к уголовной ответственности бывший министр энергетики, фамилии не буду называть, время прошлое, и, кстати, уголовное дело было возбуждено, и в течение полгода человек был привлечен и осужден, если память не изменяет. То есть можно, кстати, два уголовных дела было возбуждено по латвийскому банку, центральным, против господина Репши и господина Ремшевица, по статье из память не изменяет 318-я за употребление служебным положением и невыполнение своих служебных обязанностей. Так как на меня не смогли надавить, хотя и приглашали на заседание фракции, то надавили на генпрокурора, который согласился, он потребовал эти... Говорит, все, прекращаем, я говорю, я не могу. Я говорю, единственный путь затребуете уголовные дела, вы имеете право, дальше поступайте, как хотите. Но то, что его тогда не осудили, мы можем посмотреть, к чему это приводит. Вполне вероятно, что этот человек тоже разъезжал по всему миру и рассказывал нелицеприятные вещи о нашем государстве, о отдельных вещах. Я говорю, в предполагаемой форме, но, по всей видимости, я же кое-что знаю. Ну, то есть то, что вы говорите о том, что полицейских начали гнобить, значит, сроки предъявления обвинения были размазаны, удлинены и так далее. То есть это была целенаправленная работа по развалу следствия для того, чтобы, ну, вот те связи с политиками, которые помогали им какие-то дела делать, не были раскрыты. Много времени, да, тогда, в те времена, представители присутствия искали выход на политиков. Находили. Кто разносил письмо, отнес письмо защиту Харитонова к премьер-министру. У него была кличка, в то время, почтальон. Господин Дубелис, да. Он лично относил это письмо и вручил премьер-министру. Но, наверное, не просто так это осуществлялось. Когда был восьмой парламент, я написал письмо президенту с конкретными данными по конкретным партиям, по конкретным счетам, какое финансирование представляется оргприсутными группировками России. Да, кто финансирует здесь, да. И какие партии? Ну, какой ответ последовал? Никакого. По идее, должны были проверить, определить, да. Аналогичное потом заявление посыпало депутаты Госдумы, написали. Тоже ничем это не закончилось. Российское. Когда я был министром, я согласился, кстати, первая должность, которую мне предлагали, это был министр обороны, я вежливо отказался. Тот же самый Марис Гайлис. Когда он потом уже спрашивал, а чего ты отказался? Я говорю, я не могу руководить ведомством целесообразность, которого я не верю. Мое видение системы безопасности нашего государства, коренным образом отличается от того, что у нас осуществляется сейчас. Мы можем сделать из нашего небольшого государства пример для подорожания, не только для Европы. Только просто надо включить немножко мозги, сбалансировать финансовые потоки, и все можно будет сделать. Ведь когда я начал говорить по поводу автомашины, средств связи, параллельно мы отремонтировали или построили с нуля 7 полицейских районных отделов. Начали проводить ремонты в тюрьмах, чтобы не было того бардакана. Нашли деньги на спортбазу, нашли деньги на дзинтеры, центр по рехабилитации. Потом, правда, вроде как за недавно надобность куда-то убрали, так же, как и продали спортклуб. Но я говорю, есть желание, вроде как и денег нет, их никогда никому не хватает. Но, ребят, надо смотреть будущее. И целенаправленно эти деньги расходят. Мы-то забываем еще одну вещь, чем мы занимались. Я начал, когда был начальником штаба военно-морских сил, продолжил командующим погранвойсками, и жирную точку мы поставили уже, когда я был министром внутренних дел. Мы полностью перекрыли систему пересечения Латвии нелегальными эмигрантами, которые шли сплошным потоком. И тогда мы задержали очень многих представителей и иностранных спецслужб, кто там был замешан, в том числе и из Центральной Азии. Это был поток внедрения агентуры и так далее. В 1994 году я был в Латгале. Мы все работали без выходных-проходных практически, но все видели необходимость этой работы и получали морально удовлетворение. И тут я уже возвращаюсь вечером домой, звонок на телефон, премьер, я говорю, да, ты что делаешь? Я говорю, еду в машине, хорошо, что ты садишь. Тут президент Латвии, господин Улмани заявил, что мы забираем у Эстонии 110, по-моему, или 123 беженца, которые якобы пришли на территорию Эстонии с Латвии. Я говорю, на каком основании? Это вне его полномочия. Но потом господин Гайлес, так как он имеет морскую жилку, говорит, ты потише, я записываю. Ну, а вечером, когда я встретился, приехал к президенту, я, естественно, с ним поговорил. В конце концов, он говорит, господин министр, что вы со мной как с дворником разговариваете? Я говорю, нет, вы ошибаетесь. С дворником я всегда разговариваю очень уважительно, потому что, в отличие от некоторых, он занимается общественно полезным трудом. Дело в том, что основание брать этих людей, это стало нашей проблемой. Но в конце концов, мы добились, что Латвия стала неблагонадежным государством для переправки беженцев. Правда, я получил решение Курдской освободительной армии, там они кое-что не поняли, а мы не сказали. Приговоры о смертной казни, два покушения тоже было, без этого тоже нельзя. Но эту проблему мы решили, когда я вызвал начальника управления управления по борьбе с наркотиками, ныне покойного, очень толкового господина Типенца, да, всех их можно по фамилии называть, это действительно был цвет нашей полиции, на которых можно очень долго равняться. И он потом мне признался, говорит, слушай, я не знал, что-то министр вдруг вызывает. Я его вызвал, у меня на столе был такой отчет съезда наркобаронов в Москве, где обсуждали разные вещи, в том числе и пути транзита через Латвию. Я там подчеркнул, я говорю, слушай, вот выше награды ни тебе, ни мне больше не надо. Там черным по белу было написано, что в связи с тем, что Латвия стала неблагонадежным местом для транзита наркотиков, надо искать другие пути. Вот на этой оптимистической ноте мы, наверное, сегодня закончим нашу встречу с Янисом Адамсоном. Действительно, очень интересно он рассказывает, и я не знаю, Янис, если вы сможете когда-то еще раз к нам прийти и продолжить ваш рассказ, о том, как происходила борьба с организованной преступностью, и самое главное, почему эта борьба впоследствии была свернута, и фактически получилось, что политики как-то сомкнулись с криминалитетом в каких-то аспектах. Вот об этом стоило бы, наверное, поговорить и нашим радиослушателям рассказать. В следующих уже программах Янис Адамсон с Людмилой Прибыльской и Олег Пико сегодня были с вами. Спасибо большое. До свидания.